Дорогие друзья, братья и сестры, всем доброе утро, приветствую вас. Господь дарует нам еще возможность быть вместе. Знаете, вспоминая одну карикатуру из детского журнала «Тропинка» 90-х годов, я вспомнил рисунок, нарисовали малыша, такой щекастый малыш с большой соской, и написали сверху «Сильно молод, чтобы славить Бога». Дальше после этого была следующая ступень, нарисовали молодых, парень с девушкой сидят на лавочке, сердечко сверху, слишком влюблены, чтобы славить и трудиться Господу. После этого нарисовали мужчину уже среднего возраста, он с такой огромной лопатой вскапывает свой огород, он весь занятый, мокрый от труда, написали «Сильно занят, чтобы славить Господа». И в конце нарисовали могилу и камень, который стоит уже на могиле, и написали «Слишком поздно, чтобы славить Господа». Друзья, Бог продлил сегодня нашу жизнь еще. Милость Господа сегодня обновилась в это утро. Каждый день в нашей стране уходит вечность 8 тысяч людей. Постоянно работает элеватор. Кто-то идет в рай, кто-то идет в ад. Господь нам дает возможность сегодня быть еще вместе. Мы с братьями имели прекрасное общение вчера. Мы собрались здесь ради Христа. Во имя Христа и ради Христа, чтобы превознести Его. В нашем служении, в нашем славословии, в наших молитвах. Чтобы Он был прославленный. Чтобы подвиг Его там на Голговском кресте был вознесен. Это цель нашей жизни и нашего служения. Друзья, не обязательно нужна огромная сильная проповедь, чтобы столкнуть человека с сердцем, чтобы он задумался. Одна из сильнейших проповедей, записанная на страницах Писания, состоит из шести слов. Всего лишь шесть слов и тысячи людей, написано, развернулись от того, что они делали и повернулись к Богу и стали творить дела добрые. И в книге пророка Иоанна, в третьей главе записано, когда он ходил и проповедовал, он говорил, «Еще сорок дней, и Неневия будет разрушена». Всего лишь шесть слов. И написано, в городе, в котором было 120 тысяч младенцев, это был многотысячный город, люди по приказу царя и по слышанию слова развернулись от дел, которых они делали. Они сделали пост, они оделись в вретище, они посыпали себя пеплом, и они повернулись от худых дел к хорошим. Присутствие Господа Бога. Друзья, настройте сегодня свое сердце короткой молитвой. И, кстати, Господь, благослови меня, благослови услышать слово свое. Как важно приготовить внутренность для служения, приготовить свою внутренность для молитвы. Намного легче приготовиться снаружи. Собираясь на служение, мы стараемся все привести себя в порядок, мы одеваемся красиво и все, но вот быть честным с собой, приготовить свои внутренности, Боже, проговори со мной. Какое-то время тому назад, когда утром мы собирались на вечерю, и когда у тебя четверо детей, они все маленькие, и все собираются, и один не вовремя оделся, другой сильно долго одевается, очередь в ванную комнату долго, один оделся и позавтракал уже. И такое получается какое-то уже напряжение, что ли. И когда мы сели в машину, и надо было молиться, мы молимся, когда мы едем, и говорю, Господи, прости уже. Прости с утра, потому что дети видят, как мы собираемся, насколько вот это был теншин такой. Мы едем на служение, я хочу услышать Слово Твое, я хочу не быть лицемерным перед ними. Приготовим, друзья, наши сердца для слушания. Знаете, когда происходит бой, и на войне есть, наверное, люди, которые шпионы, они хотят выудить что-то с другой стороны, или с этой, или с этой. И наш враг – дьявол. И он когда-то проговорился, знаете, заметно в Слове Божьем, что он проговорился в том, что важно для него, и как он ведет войну против нас. И место первое, которое записано в книге Иова, во второй главе, четвертый стих, написаны слова его. Он говорил, «И отвечал Сатана Господу и сказал, кожа за кожу, а за жизнь свою человек, за жизнь свою отдаст человек все, что у него есть». Кожа за кожу, насколько не должно быть это у нас в жизни. Бог дает нам здоровье, Бог нам дает силы, энергию, чтобы прославлять и славить Его. Но как показало время, в которое мы живем, как люди хотят дольше жить. Мы готовы делать все, что нам говорят, мы готовы прививаться, чем только попало. Люди хотят жить, люди хотят продлить свою жизнь, никогда не болеть, ничего такого. Мы забываем, что самое важное, что у нас есть – это не жизнь, это наша душа. Дьявол говорит, кожа за кожу, а за жизнь свою. Друзья, это не должно касаться нас. Кто-то сказал один раз, что огромная трагедия на земле – это не смерть, а это жизнь без цели. Прожить жизнь без цели. Мы, как христиане, которые собираемся здесь во имя Христа, и я верю в те, которых возродил Господь Словом Своим, мы славим Бога, мы превозносим Бога. Это наша цель – научиться и возрасти во спасение. Другое место, которое дьявол когда-то проговорился, записано в Евангелии Луки. Это записано в Евангелии Луки в 22 главе, давайте, с 31 стиха. Иисус говорит Симону, «И сказал Господь, Симон, Симон, все сатана просил, чтобы рассеять вас, как пшеницу, но я молил о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». Иисус говорит Петру Симону, дьявол когда-то просил, чтобы рассеять вас. Когда сеют пшеницу, они рассеивают. Дьявол прекрасно понимает, что сила наша вместе. Как прекрасно мы слышали в прошлое воскресенье слова о том, что Бог церковь создал, Бог создал тело, которое являемся мы части этого тела, все разные, с разной функцией, но мы составляем все его тело. Мы слышали в послании евреям в прошлое воскресенье, чтобы мы не оставляли наше служение. Как есть обычаи у некоторых оставлять это служение. Друзья, этого просит дьявол. Он хочет рассеять нас, он хочет разбить, он хочет создать группки, меньше и меньше, и потом как по одной овечке, как волк, выхватить их всех. Но я молился о тебе, чтоб не оскудела вера твоя. Я верю в то, что Господь и о нас молится, и ходатайствует перед Отцом. Друзья, если бы нам оставалось немного жизни на этой земле, и мы бы знали бы, что жизнь подходит к концу, мы бы, наверное, хотели собраться с нашими близкими. Когда спрашивали, я вспоминаю сейчас у Билли Грейма, как вы хотели бы, чтобы ваша жизнь закончилась? Он еще был старец, но еще был в силах. Он говорит, я, конечно, не хотел бы, чтобы это что-то трагическое было, какие-то муки со мной. Я бы хотел бы с близкими своими оставить завещание, оставить пожелания и перейти в вечность. Когда Иисусу Христу оставалось здесь на этой земле день, сутки, написано после того, как они собрались на вечерю с учениками своими, после того, как прошла вечеря, Иисус говорит с ними, у них происходит диалог. Вот в этой горнице, там наверху, Он говорит, Он рассказывает им, Он говорит, братья, я иду к Отцу, мне скоро надо будет уйти. Я пойду, я умолю Бога, чтобы Он послал Духа Утешителя. Он говорит с ними очень такие важные вещи, Он до этого говорит, как я хотел с вами вечерю эту иметь, как я хотел иметь это общение. Я скоро уйду, но я что-то хочу оставить вам. И если вы будете дома читать Евангелие от Иоанна, 14, 15, 16, 17 глава, будете находить такие слова, которые стержнем вот этого послания всегда являются. Он говорит им, смотрите, в Евангелии от Иоанна, в 13 главе, 35 стих, Он говорит, потому узнают вас все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между вами. Они узнают вас все, потому что вы будете иметь любовь между вами. В 15 главе, в 17 стихе, Он говорит им наставление, все говорит, «Сие заповедь даю вам». Человек, который видит свои муки, человек, который видит свои страдания, он знает, что мне надо умереть мученической смертью на кресте, он говорит, любите друг друга. Он говорит, научитесь любить друг друга. Он говорит, заповедь даю вам. Они увидят, наши дети, наши подростки, наши молодежь, которые невозрожденные, которые еще не дети Божьи, они увидят в нас Его, если мы будем любить друг друга. Дальше проходит еще чуть-чуть, и он разговаривает с ними, и он говорит в 17 главе, говорит 11 стих, он говорит, я уже не в мире, но они в мире. Когда он молится, он говорит к Богу, я к тебе иду, Отче Святой, соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты дал мне, чтобы они были едины, как мы. Иисус, которому остается совсем чуть-чуть на этой земле, он говорит, любите друг друга. Отец, сохрани их, сделай так, чтобы они едины были, чтобы не было расколов, чтобы они не были рассеяны, как пшеница. Друзья, не будем оставлять собраний наших, не будем давать место дьявола. В 17 главе, 21 стих, он говорит, да будут все едино, как Ты, Отче, во мне, и я в Тебе, так они, да будут, в нас едино, да уверует мир, что Ты послал меня. Дьявол просил, чтобы рассеять их, как пшеницу. Но Христос говорил, я молил Бога, чтобы не оскудила вера Твоя. Наша вера утверждается здесь. Наша вера утверждается, когда мы читаем Слово. Наша вера утверждается на общении вчера, когда мы общались вместе. На разные темы утверждается наша вера. Утверждается вера наших детей, когда они слышат Слово, когда они видят родители, по желанию идут в Дом Божий. Друзья, когда мы идем в Дом Божий, по желанию. Господи, не потому, что папа хочет, чтобы я пришел и проспал на балконе все служение, а я хочу, Господь, я хочу прийти сегодня прославить Тебя. Утверждается наша вера. Братья и сестры, будьте благословены, будьте бдительны. Не будем давать место дьяволу. Мы знаем его роль, мы знаем то, что он хочет погубить, разрушить и развалить. Будем любить друг друга. Будем объединять, чтобы тело Христа не разделялось. Аминь. Помолимся Богу. Субтитры создавал DimaTorzok